Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Химки. Итоги недели». С вами Алексей Кондрашов. В ближайшие 20 минут мы вспомним самые важные и интересные события последних семей. Правильный завтрак – залог хорошего дня. Бизнес-завтрак – залог плодотворной работы. Именно поэтому уже традиционно глава округа Дмитрий Волошин за чашкой утреннего кофе встречается с предпринимателями. В этот раз за столом представители крупной компании застройщиков. На данный момент в «Химках» нет планетария цирка. На медиазавтраке обсудили возможный проект таких объектов. Также Дмитрий Волошин подчеркнул, что «Химкам» необходимо создание надежного строительного сообщества. Основная цель – работа в паре властей и строительных компаний. Но все же ключевой акцент переговоров был сделан на то, что необходимо жителям в первую очередь. Главной темой сегодняшней встречи были социальные объекты, парковки и транспортные инфраструктуры. Были приняты решения, обсуждались проблемы, где нужно администрации включиться и усилиться, и с какой стороны застройщикам нужно также активизировать работу. Уже в этом году в «Химках» откроют 13 объектов социальной сферы, среди которых детские сады, поликлиники и школы. Также в округе появятся 4000 парковочных мест. Подчеркнуть индивидуальность каждого микрорайона. В округе реализуется программа «Облик городов», в рамках которой каждый микрорайон приобретет собственный стиль. Свои цвета, свой логотип и даже слоган. Диана Ананьева подробнее. Проект «Преобразование территории» представили жителям Планерной. Микрорайон спортивный, поэтому в основу логотипа авторы заложили образ софитов, динамичные линии и яркие цвета. Все вместе образовало в логотипе букву «П» от названия Планерная. И стало элементом конструкции, которые выполнены именно из софитов, пересечения лучей и плюс динамические спортивные векторы. Такие цветовые и архитектурные решения вызвали противоречивую реакцию у жителей. Одни заявили, что не хотят видеть такие лавки возле своего дома, а также считают, что фиолетовый и желтый – не самые удачные цвета. Но сиреневый – это вызывающий цвет, это неспокойный. Другие, напротив, уверены, что выбором цвета и форм должны заниматься дизайнеры. И если все будет сделано красиво и удобно, почему бы и нет? Выйти, посидеть, отдохнуть, провести досуг, чтобы детям где-то можно было играть. Разве это плохо? Руководитель творческой группы пообещала, что по итогам встречи в проект будут внесены изменения в соответствии с пожеланиями жителей. Каждую неделю в городском округе представители Госадомтехнадзора и Госстройнадзора проверяют состояние строительных площадок. В этот раз инспекторы посетили жилой комплекс «Солнечная система». В рейде принимала участие наша съемочная группа. Слово Алексею Житких. А грязь такая, посмотрите. Грязь такая, что на стройплощадке жилого комплекса «Солнечная система» можно принимать грязевые ванны. Строители оправдываются, мол, ничего не поделаешь. Весна. Грязь, ну что могу сказать, грязь всегда будет. Пока будет весна и пока будет в России снег выпадать. Ну, я думаю, что мы с этим справимся. И в течение месяца здесь будет вообще чистотный порядок. Весна весной. Одна автомобильная мойка для такой огромной стройплощадки, где несколько выездов маловато, считают инспекторы Госадомтехнадзора. К тому же устроена она неправильно. Мойка есть, но она не совсем правильно спланирована. Видите, как? Там моют, а вода стекает сюда. И здесь высыпавые свыше. Получается, что помыли колеса. Чистые. Выезжает опять в грязь. В результате грузовики разводят грязь по городскому округу. Жалуются на нее и местные жители, уже купившие тут квартиры. Инспекторы Госадомтехнадзора и Госстройнадзора в ходе совместного рейда в рамках акции «Весна на стройке» указали прежде всего на этот недостаток. Компании «Урбангрупп» выдано предписание и наложен штраф. Если ко времени следующего визита проверяющих здесь не станет чище, он увеличится. Машина повредит. Отключается вам. В данном случае речь идет о неправильном складировании строительных материалов. По правилам безопасности они должны быть огорожены. С этим у застройщика тоже не все в порядке. Пока нас не удовлетворило то, что мы увидели. Мы видим грязь, складирование не в положенных местах, то есть места, не отведенные проектом. Нарушение самой технологии складирования. Ну и у них неправильно сделан выезд. Их должно быть два с территории. Каждый должен быть оборудован пунктом мойки колес. До окончания строительства инспекторы Гаттен и госстроенадзора вернутся на этот объект еще несколько раз. В рамках акции «Весна на стройке» они проверят все строительные площадки городского округа. А теперь о других событиях уходящей недели. В микрорайоне Новокуркино строительство социальных объектов идет полным ходом. На Молодежной улице расположены площадки под школу и поликлинику. Накануне в фундамент образовательного учреждения заложили капсулу. Строительство же поликлиники началось в сентябре прошлого года. Объект здравоохранения рассчитан на прием 400 человек в смену. Все работы по строительству ведутся по графику. К концу месяца будут установлены все окна. Как видите, стоят леса, готовимся вести фасадные работы. Материал завозится, фасадчики выходят. Принимать поликлиника будет и взрослых, и детей. Также здесь откроют 130 рабочих мест, 50 из которых предусмотрены для врачей. Завершится строительство в июле, после этого будет производиться монтаж оборудования. Уже в декабре учреждение начнет работать для жителей. 25 марта во всем Подмосковье прошел единый день диспансеризации. Проверить свое здоровье смогли все желающие, возраст которых делится на три. Например, 24 года, 27, 30 лет и так далее. Для обследования нужны паспорт и полис обязательного страхования. В кабинете диспансеризации медсестра выдает маршрутную карту. Глава округа Дмитрий Волошин лично отправился в Химкинскую центральную поликлинику, чтобы проверить, как идет диспансеризация. Он прошелся по кабинетам и пообщался с врачами. Обращаюсь ко всем жителям с просьбой проходить своевременно эту процедуру. Эта диагностика будет только всем на пользу. Сегодня занимает 30-45 минут прохождения диспансеризации в Химках. На первом этапе пациенту делают общий скрининг организма. Если выявляются какие-то патологии, пациента отправляют на дальнейшее обследование. На втором этапе чаще всего выявляют заболевания сердца и онкологию. С начала года в Химках уже прошли диспансеризацию более 7300 человек. Из них почти половина направлены на дополнительное медицинское обследование. В микрорайоне Подресково помогают природе делам. Первая акция по сдаче машинных шин и макулатуры приурочена к Году экологии. Активистами стали гаражные кооперативы, автостоянки, жители. Например, Игорь Савосьхин когда-то показывал свое эксклюзивное авто на международных выставках. Сегодня сдал в утиль непригодные колеса от автомобиля на благо природе. Каждый должен внести свою лепту. Чище у нас будет. Материалы будут переданы в комбинат по благоустройству. Далее шины и бумага отправятся на переработку. Только за первый час было собрано более 25 автомобильных покрышек и более 45 килограммов бумаги. Еще одна акция прошла в микрорайоне Планерное. «Кто, если не я» – такому девизу придерживаются учащиеся 19-й школы. Вместе с родителями они принимают участие в благотворительной акции. Подробнее Елена Васильевская. «Кто, если не я» – благотворительная акция под таким девизом проходит в 19-й школе микрорайона Планерное. На этот раз собирают канцелярские принадлежности и товары для творчества. Все собранные вещи раздадут нуждающимся. Это многодетные родители и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Не каждый взрослый человек готов. Он сердобольный, понимающий, но трудно всегда сделать первый шаг. И я поняла, что даже добру нам нужно учиться. 19-я школа в данной акции принимает участие в третий раз. С каждым годом количество участников растет. Сейчас их насчитывается несколько десятков. Таким образом мы, я считаю, воспитываем в детях чувство добра, любви, сострадания. И только опираясь на эти чувства мы можем говорить о том, что наша страна будет великой. Среди откликнувшихся – учащиеся с 1 по 11 классы. Не остались в стороне их родители и учителя. Все вместе они собрали несколько десятков коробок. Мы остаемся неравнодушны, постоянно помогаем детишкам. Кто-то помогает, у них дома какие-то есть лишние предметы. Кто-то может у кого-нибудь есть деньги, они собирают классом деньги и покупают какие-нибудь значимые вещи. Акция продлится в школе еще несколько дней. Затем волонтеры отвезут помощь в социальному центру «Азбука здоровья» в Калужской области. Социальная программа «Вместе» расширяет границы. Теперь к перечню предприятий, предоставляющих услуги со скидкой, добавилось еще одно – автомойка самообслуживания. Где она расположена и как работает, узнал Алексей Житких. Всего 100 рублей ваш автомобиль блестит, как новенький. Дмитрий Кузонов машину предпочитает мыть своими руками. Автомойка самообслуживания – отличный для этого вариант. Говорит, никто ее так не отмоет, как он сам, потому что знает машину, как облупленную. Я вообще сам люблю мыть машину, поэтому я знаю, где труднодоступные места, поэтому я привык уже сам мыть. Такие автомойки давно существуют в Европе. В Химках несколько месяцев. В городском округе сейчас их две. Восле торгового центра «Парус» и на юбилейном проспекте 81. Здесь шесть просторных боксов. К услугам водителя сразу несколько программ мойки. Здесь и шампунь активный, и порошок, и пена, и, значит, воск. К тому же автомойка самообслуживания дешевле обычной. За 100 рублей 5 минут мойки. Этого достаточно, чтобы как следует вымыть машину. И тем более, да, и по деньгам дешевле выходит. Напор воды рассчитан так, чтобы хорошо помыть авто и при этом не запачкаться. Мойка работает круглосуточно и пользуется большим спросом. Боксы подходят почти для любого транспортного средства. Приезжают абсолютно все, даже грузовые машины. Некоторые приезжают, сначала заезжают передней частью машины, моют, потом задней частью большие грузовые машины. Приезжают личные водители на дорогих машинах, приезжают такси, приезжают просто пользоваться социальной группой граждан. Мойка самообслуживания работает и в рамках социальной программы «Вместе». К проекту уже подключились медицинские учреждения, химчистки, сауны красоты и другие организации, предоставляющие популярные услуги. Среди автомоек это первое. Льготики могут помыть здесь авто со скидкой 15%. Я хочу сказать, что в нашу программу уже входит 68 предпринимателей на всей территории городского округа Химки. После водных процедур остается только насухо протереть автомобиль. Для этого уже летом будет организована специальная протирочная зона. 24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. Болезнь до 20 века была практически неизлечима. В наше время разработана комплексная программа, позволяющая выявить заболевание еще на ранних стадиях, а главное вылечить его. Слово Валентине Мордовиной. Прорыв в лечении этого недуга произошел в 1882 году, когда немецкий микробиолог Роберт Кох открыл туберкулезную палочку. Примечательно, что заразиться болезнью воздушно-капельным путем может абсолютно любой человек. Первый симптом, при котором нужно идти на флюорографию, это кашель более трех недель. Обследование дыхательных путей даже здоровому человеку нужно делать один раз в два года. Это чаще бывает, когда организм человека, иммунная система ослаблена благодаря каким-то вредным привычкам, благодаря таким стрессовым ситуациям, частым болезням. На колонии Дня борьбы с заболеванием противотуберкулезное обучение прошли средние медицинские работники дошкольных и школьных учреждений микрорайона Сходня. Абсолютно каждый медработник должен уметь делать диаскин-тест. Именно он позволяет выявить присутствие бактерий в организме на стадии, когда заболевание никак себя не проявляет. В школах сейчас ежегодно для каждого учащегося проводят туберкулезную диагностику. Туберкулезная диагностика – это профилактическая проверка детей на наличие микобактерий и туберкулеза в организме. Родительских отказов от подобных прививок мало. За 2016 год заболеваемость туберкулезом в Химках снизилась на 8%, в Москве – на 11%. Случилось это благодаря развитию фармакологии. Врачи убеждены, что это хороший показатель. Фестиваль музыки и танца «Весенний ветер» продолжает свое шествие по Химкам. Очередные конкурсные дни прошли в Центральной детской школе искусств. Екатерина Юшина расскажет подробности. Скрипка, виолончель, фортепиано, баян, аккордеон, флейта – настоящий музыкальный марафон на сцене Центральной детской школы искусств. Здесь прошла очередная номинация фестиваля «Весенний ветер» – состязание между солистами. Наставники музыкантов ждут от ребят профессиональных выступлений. Везде должна быть уже подготовленность, чтобы была музыка, соответствовала и темп, и характер, динамика, штрихи. То же самое мы ожидаем от сегодня детей, которые, допустим, мы выставили. Но хорошую игру, хорошее исполнение. Настоящие артисты на сцене, сосредоточенные и серьезные, на деле просто влюблены в свои музыкальные инструменты. Мне очень понравился инструмент флейта. Я очень маму сильно уговаривала на ней играть, чтобы записала. Мне очень нравится фортепиано, такой нежный инструмент. Накануне здесь же выступили оркестры и ансамбли. Добиться красивого и гармоничного звучания не просто, говорят участники. Нужно, чтобы все музыканты в коллективе прислушивались друг к другу. Волнуемся за друг друга. Конечно, мы все время помогаем. Не обижаем. На друг друга смотрим. Фестиваль «Весенний ветер» завершится 21 апреля во Дворце культуры Родина. Гала-концертом. В этот же день победители получат награды. Их родители носят звезды на погонах. Дети же претендуют на звание хрустальных звездочек. Региональный этап девятого одноименного фестиваля конкурса прошел во Дворце культуры Родина. Диана Ананьева познакомилась с участниками. Участники – около сотни одаренных детей. Судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов, налоговые службы, прокуратуры, ФСБ и МЧС. Культура и работа в органах – это не две взаимоисключающие вещи совершенно. Можно работать в органах и заниматься творчеством. Номинаций в конкурсе три. Вокал, хореография и исполнительское мастерство. В химках хрустальных звездочек выбирают впервые. Творческие соревнования для любого конкурсанта – это лишь этап в достижении новой высоты. Выигрывать для себя, как я считаю, проход в свое будущее. Потому что мероприятие очень серьезное, конкурс был очень серьезный, а жюри очень серьезное. Пианистка Аня Синельникова заняла второе место. Ее мама работает в суде. Если бы мне встал вопрос быть на ее месте, я бы, конечно, не согласилась, потому что это очень достаточно тяжелый труд. Я считаю, что я с этим не справлюсь. Этим летом на Черном море в детском лагере «Орленок» состоится уже всероссийский этап конкурса. Председателем жюри будет Иосиф Кобзон. В день судебного пристава 1 ноября в Москве состоится гала-концерт и награждение победителей. Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. Встреча прошла в пресс-центре арены «Химки». В городской округ съехались представители всех муниципалитетов области. Среди участников – руководители спорткомитетов, спортшкол и областных объединений. Министр спорта Роман Терюшков отметил, что за прошедший год эта сфера вышла на новый высокий уровень развития. Готовится резерв, спортсмены принимают участие в крупных соревнованиях. В летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Подмосковье представляли 45 человек. Из них 15 завоевали награды, в том числе 8 золотых. Непосредственную роль в этих успехах играют и химки. Наш городской округ сегодня является лидером в развитии здорового образа жизни. Здесь сосредоточена и федеральная база по подготовке спортивного резерва. Здесь очень серьезная система подготовки спортсменов. Яна Игоряна, Артур Ахматузин и те золотые медалисты Олимпиады, которые вышли и отсюда, и с химок. Они здесь подготовлены к Олимпийским играм. И, конечно, здесь очень серьезная база и по футболу. Слышно, тысяча человек занимается. Мы подготавливаемся к чемпионату мира по футболу. И четыре базы будут находиться здесь, на территории городского округа химки. За особые заслуги в развитии спорта на территории области министр наградил грамотами и кубками. Среди лидеров есть и химчане. Клуб благо отметили за реализацию программ для людей с ограниченными возможностями. У нас развиваются все виды спорта и все, большинство видов спорта. И практически все заболевания, которые входят в паралимпийские игры, сурдолимпийские игры. То есть со всеми заболеваниями мы работаем. На ближайший год перед областным Минспортом стоит две главных задачи. Подготовка к зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее и организации чемпионата мира по футболу. А с другими новостями из мира спорта вас познакомит Екатерина Юшина. Интересные новости от БК Химки. Начала работать баскетбольная почта. Теперь на каждом домашнем матче болельщики могут передать письмо любимому игроку, тренером, всей команде сразу и даже ежику. Почтовый ящик будет установлен рядом с магазином сувенирной продукции. На стадионе «Новые Химки» стартовал детско-юношеский турнир по футболу «Химки Кап». В нем принимают участие футболисты в возрасте от 10 до 16 лет. Всего шесть возрастных категорий. За победу в турнире сражаются больше 60 команд со всей России. В том числе воспитанники таких известных спортшкол, как «Московский локомотив» и «Динамо». Состав участников очень серьезный, очень достойный. Команды клубной лиги. Для детского уровня это один из главнейших турниров. ФК «Химки» выставил команды во всех шести возрастных группах. Химчане 2001 года рождения уверенно сыграли против команды «Строгино». Мы находимся сейчас в процессе становления состава. Проведя зимние переносы, пришло много ребят новеньких, команда добавилась. Была еще череда травм. Сейчас мы просматриваем, смотрим, даем возможность всем сыграть. Возможность сыграть будет у всех воспитанников футбольного клуба «Химки». Турнир завершится 2 апреля. Нарушение опорно-двигательного аппарата – не приговор. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают это практически каждый день. Третий чемпионат Московской области по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в спорткомплексе «Родина». 23 участника из шести муниципалитетов сражались за звание лучшего лучника Подмосковья. Было разыграно шесть комплектов медалей. Виктория Волкова подробнее. Современные «Робин Гуды» собрались в спорткомплексе «Родина». С героем английских народных баллад этих людей роднит как минимум любовь к античному виду оружия – луку. Здесь прошел третий чемпионат Московской области по стрельбе из лука среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы, во-первых, первые. И в России больше нигде не проводятся региональные соревнования. То есть именно за счет того, что у нас дошла серьезная организация, этот вид федерации развивают уже больше 10 лет. Вот так вот серьезно, да? Ну, позволило нам проводить соревнования достаточно высокого уровня. Мишени на расстоянии 18 метров. Главное в стрельбе – меткость и точность. В спортсменах развивается выносливость. При этом лучник получает сильную физическую нагрузку на мышцы не только рук, но и спины. Здоровый лучник во время тренировки поднимает очень большие килограммы. То есть даже говорится, то есть во время там где-то около 200 килограмм во время тренировки. Ну, то есть если вот это все суммировать, фунтаж там и так далее. Спортсмены стреляли из двух типов луков – классический и блочный. У них отличается техника стрельбы. Здесь разные прицелы, скорость и дальность полета стрелы, сила натяжения тетивы. Самый юный участник чемпионата, 13-летний Даниил Игнатов, вот уже три года занимается на блочном луке. Говорит, этот тип оружия ему больше подходит. Каждое движение оттачивается часами тренировок. Самое главное – это контроль над собой. Если ты потеряешь его, то ты явно уже хорошо никогда не выстрелишь. Максимальной точности я добиваюсь тем, что каждое движение приходится по много раз повторять. И, соответственно, оно уже у тебя откладывается в мышечной памяти. И из-за этого тебе гораздо проще становится. На чемпионате было разыграно шесть комплектов медалей. Первое место среди женщин в стрельбе из блочного лука заняла химчанка Анастасия Худякова. Говорит, победа далась совсем нелегко. Мы с Сашей, вот она второе место заняла. Мы, в принципе, на одном уровне стреляем с ней. Поэтому соперник достойный. Чемпионат Московской области по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата собрал 23 участника из шести муниципалитетов. Организаторы надеются, что с каждым годом соревнования будут набирать популярность. Вот такой была эта неделя. Пусть следующие семь дней принесут вам только хорошие новости. Я, Алексей Кондрашов, с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго и до встречи. Смотрите Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин